В данном видео мы с вами будем говорить о клинописных законах. Клинописные законы, как важные свидетели мировоззрения древних, а также ключ к лучшему пониманию библейского текста. Клинописные законы включают в себя уголовно-административные законы древних народов, которые окружали древний Израиль. И так называются потому, что они написаны клинописью. Клинопись — это очень древняя форма письма, которая сложилась на Древнем Востоке, в Месопотамии. Считается, что клинопись была изобретена шумерами, древним народом, примерно около 3000 лет до новой эры, до рождения Иисуса Христа. Считается, что клинопись впоследствии переняли такие народы, как народ Акад, Павелоняне, Осирийцы. Клинопись также прижилась у ухуритов и хетов. Даже персы и египтяне, которые имели свою собственную письменность, нередко использовали клинопись. Таким образом, на Древнем Востоке клинопись приобрела статус международной формы письма и активно использовалась примерно около 2400 лет, то есть до 600 года до нашей эры. После VI века до новой эры клинопись постепенно исчезает из-за бихода и употребления. В Библии упоминается множество событий и личностей, связанных с регионами и странами, где использовалась клинопись. Археологические находки клинописных текстов подтверждают некоторые из библейских рассказов и событий, а также дают множество исторической информации, с помощью которой можно более лучше понять смысл библейского текста. Одним из таким мощным источником информации являются клинописные законы. Клинописные знаки наносились заостренными палочками на плитках сырой глины, которые потом высушивались. И вот вам для примера фотография клинописного текста, написанного на четырех глиняных табличках. На этих табличках содержится древневавилонский рассказ о происхождении мира. В 1853 году в древнем городе Неневии, столице Ассирийского государства, археологом ассирийского происхождения Хармуз Рассамом была открыта древняя библиотека. В данной библиотеке насчитывалось свыше 30 тысяч глиняных табличек с клинописным текстом. Большинство табличек было вывезено в Англию и сейчас находится в Британском музее. На данном слайде мы с вами видим стеллаж в Британском музее, на котором располагаются эти таблички. Клинописный текст на табличках изучается учеными и уже есть определенная информация о содержании этого текста, причем очень интересная. Как выяснилось, основание библиотеки состоялось по приказу ассирийского царя Ашур-Банепала. На данном слайде мы с вами видим самого царя Ашур-Банепала на охоте. Данная экспозиция была взята со стен дворца Ашур-Банепала, который находился в Ниневе. Ашур-Банепал был человек всесторонне развитый, умел читать, писать и отличался большим интересом к древним текстам и знаниям в целом. Ашур-Банепал отправлял многочисленных певцов в разные регионы своей страны, чтобы те изготавливали копии всех текстов, которые они встретят. Кроме того, Ашур-Банепал заказывал у всех крупных храмовых архивов копии текстов, которые затем пересылали ему в Ниневе. Иногда во время военных походов Ашур-Банепал удавалось захватить целые клинописные библиотеки, которые он также доставлял в свой дворец. Ашур-Банепал намеревался создать библиотеку, которая должна была исчерпывать все накопленные человечеством знания того времени. В найденной библиотеке имелись многочисленные списки литературно-эпических сказаний, таблички с молитвами, песнями, хозяйственными и административными записями, астрономическими и историческими трудами, записями политического характера, списками царей и поэтических текстов. А также, что очень интересно для нас с вами, в библиотеке находились правовые юридические документы. Другими словами, клинописные законы. Ашур-Банепал собрал клинописные законы практически из всех ближайших городов стран того времени. Информацию или данные из клинописных законов мы с вами будем рассматривать в дальнейшей серии видео на эту тему и сопоставлять с законом Моисея, чтобы понять культурно-исторический фонд того времени и чтобы более лучше понять смысл текста, который записан в Ветхом Завете Библии или в Танахе. Давайте рассмотрим, какие клинописные законы дошли или сохранились до нашего времени. Законы Урнауму из древнего города Ура. Написаны на шумерском языке и были составлены по приказу царя города Ура Урнауму, который правил в городе Уре примерно с 2112 года по 2094 год до н.э. В своих законах Урнауму говорит, что он устранил вражду, насилие и установил справедливость в своем царстве. Следующие законы, которые дошли до нашего времени, это законы Урин-Ним-Гины из города Лагаша. Законы Урин-Ним-Гины так названы по имени шумерского царя города Лагаша Урин-Гинна, который и составил эти законы и правил примерно с 2319 года по 2311 год до н.э. В своих законах Урин-Ним-Гинна говорит, что он восстановил свободу Лагаши, законы, написанные археологическим диалектом шумерского языка. Следующие законы – это законы Лепит-Иштар из города Исина. Законы Лепит-Иштар были составлены по приказу шумерского царя Лепит-Иштара в городе Исине, который правил примерно с 1935 года по 1924 год до н.э. В своих законах Лепит-Иштар говорит, что он установил правопорядок в землях Шумера и Акада, простил задолженности по долгам. Данные законы написаны на шумерском языке. Следующие законы, которые хорошо сохранились до нашего времени, это законы Хамурапи в городе Вавилоне. Законы Хамурапи были созданы по приказу вавилонского царя Хамурапи, который правил в городе Вавилоне примерно с 1793 года по 1750 год до н.э. В своих законах Хамурапи говорит, что через этот закон он дал стране счастье, истину и справедливость. Следующие законы – это законы города Ишнуны. Законы города Ишнуны. Свод данных законов также иногда называют законы Белиламмы по имени царя, с чьим правлением в городе Ишнуны связывают их появление. Данные законы написаны на старовавилонском диалекте Акадского. Следующие законы, которые сохранились в хорошем состоянии до нашего времени, это Ассирийские законы. Ассирийские законы также еще называют как Среднеассирийские законы. Считают, что они были составлены в период между 1450 годом и 1250 годами до н.э. Данные законы действовали в Ассирийской империи, которая просуществовала с 1365 года по 1912 год до н.э. Следующие законы, которые хорошо сохранились до нашего времени, это Хецкие законы. Считается, что Хецкие законы были составлены в период времени примерно с 1500 года по 1300 год до н.э. Данные законы использовались в Хецком царстве. И, наконец, следующий закон, который мы с вами имеем, это закон Божий или закон Моисеев. Данный закон Бог дал через Моисея израильскому народу примерно около 1300 года до н.э. Этот закон действовал в Древнем царстве Израиля. И он является частью Священного Писания, христиан и иудеев. Итак, в настоящее время мы с вами имеем 7 древних клинописных законов. Три из которых являются шумерского происхождения, это из города Ура, Лагаша и Исина. Еще двое это вавилонского происхождения, из города Вавилона и Ишнуна. Один закон ассирийского происхождения и один закон хецкого происхождения. В данных клинописных законах записан богатейший исторический материал, который помогает лучше понять Божий закон, а также обычаи и традиции и события, которые происходили в Древнем народе Израиля. Обо всем этом мы с вами будем говорить в дальнейших видеопередачах. Сейчас мы с вами сопоставим некоторые библейские события, точнее хронологию библейских событий из книги Бытие с хронологией клинописных законов, которые дошли до нашего с вами времени. Первое событие, которое мы с вами сопоставим с книги Бытие, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, Илота, сына Аранова, внука своего Исару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дойдя до Харана, они остановились там». В данном тексте говорится о городе Ур-Халдейский. На карте мы его видим здесь. Из данного текста мы с вами видим, что в городе Ури жили Фара, отец Авраама, сам Авраам, Сары и Лот. И, судя по всему, в данном городе Авраам родился и вырос. Годы жизни Авраама. Некоторые исследователи считают, что Авраам родился в 2040 году до н.э. и умер в 1865 году до н.э. И сверху мы здесь видим временную шкалу, которую будем сейчас использовать для наших рассуждений. Примечательно то, что до нашего времени сохранились законы Ур-Науму, это царя города Ура, который жил немножко раньше Авраама, и по приказу которого были составлены законы Ур-Науму. Из данных законов мы можем видеть культуру и быт, и традиции, которые были в древнем городе Ури во времена Авраама. Вот что говорит Ур-Науму в своих законах. Тогда Ур-Науму, могучий муж, царь Ура, царь Шумера и Акада, могущество Мнаны, владыки Града, по праведному повелению Уту, воистину установил справедливость в стране, воистину он изгнал зло, насилие и раздор. Сирота не был отдаваем во власти богатого. Вдова не была отдаваема во власть сильного человека. Человек Сикля не был отдаваем во власть человека Мины. Но до нашего времени дошли также древние клинописные законы из двух городов, которые находились недалеко от города Ура. Это законы Урин-Гимны из города Лагаш, на карте мы видим эти города, и законы Лепит-Иштар из города Исин. Данные законы также действовали, судя по всему, и при жизни Авраама в этих городах. Содержание этих законов нам также поможет понять ту древнюю атмосферу, в которой жил, рос и действовал Авраам. В тексте упоминается город Харан. И говорится, что Фара Авраам и Сара Элот вышли из города Ура и пошли в Ханаан, но, дойдя до Харана, там остановились. Скорее всего, они проходили через эти древние города Исин и Лагаш, в которых действовали древние клинописные законы. Следующее библейское событие, хронологию которого мы с вами сопоставим с хронологией клинописных законов, записано в книге Бытие, 14 глава, 1 и 2 текст. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елаарского, Кедроломера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сегоимского и против царя Белы, который есть Сегор. Следует заметить, что поход четырех царей в сторону Ханаана происходил при жизни Врама, когда Врам жил в Ханаане, а Лот со своей семьей в городах Содомских и Гоморских. Это означает, что это событие происходило примерно в период между 1950 годом и 1900 годом, как мы видим выше на шкале времени. В данном тексте наше внимание больше привлекают два царя, которые описаны вначале. Это Амрафел и Ариох, а точнее географическое расположение их них царств. Амрафел, царь Синаарский, и Ариох, царь Иларский. Место расположения остальных царей нас не очень интересует, потому что они находились в районе Ханаана. Синаар – это область, в которой был расположен город Вавилон и другие окружающие Вавилон города, например, такой город, как Ишнуна. Судя по всему, Амрафел был царем города Вавилона и ближайших городов вокруг Вавилона. А вот Ариоха, царя Иларского, многие ученые отождествляют с городом Ларсой. Город Ларса находился немножко ниже города Вавилона. То есть эти два царя, царь Амрафел и царь Ариох, они были практически из одного места. Но примечательно то, что до наших дней дошли в неплохой сохранности два клинописных закона из города Вавилона и Ишнуны, так называемые законы Хамурапи и законы города Ишнуны. Конечно, эти два законодательных кодекса были приняты примерно через сто лет позже этих событий, которые описаны в книге Бытия 14 главе. Тем не менее, эти два закона дают нам представление о той исторической действительности тех времен, которая была в области Синаар, откуда пришли данные цари. Для примера хочу привести параграф номер 26 из закона Хамурапи. Если Ридум или же Байрум... Ридум это тяжеловооруженный воин, Байрум это легковооруженный лучник. Так вот, если Ридум или же Байрум, которому было приказано идти в царский поход, не пошел или нанял наемника и послал его взамен себя, то этот Ридум или Байрум должен быть казнен, а его наемник может забрать его дом. Из данного параграфа закона Вайлонского царя Хамурапи видно, что в области Синаар жестко действовала воинская повинность. А это значит, что у царя Амфраофела, царя Синаарского, была хорошо организованная армия, с которой он пошел в поход против царей Ханаанских. Следующее библейское событие, которое мы с вами сопоставим с датами клинописных законов, записано в книге Исход 12 глава 40 текста и в книге Второзакония 5 глава с 1 текста. Время же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По паршестью 430 лет вышло все ополчение Господня из земли египетской ночью. И следующий текст «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнить их». В первом тексте говорится, что Израиль обитал в Египте 430 лет. Некоторые исследователи считают, что это примерно с 1680 года по 1250 год до новой эры. Во втором тексте говорится за Моисея, который жил примерно с 1330 года по 1210 год до новой эры. Бог через Моисея дал Израилю закон, а впоследствии и всему миру. И данный закон получил название как «Закон Моисеев» или «Закон Божий». Некоторым исследователями считается, что Бог через Моисея дал Израилю закон в период с 1300 года по 1250 год до новой эры. Таким образом, данный закон, закон Моисеев или закон Божий, содержащий в себе уголовные, административные и религиозные правила и постановления, стал руководством для целого народа Израиля, для всей страны. Примечательно то, что до нашего времени дошли практически полные тексты законы хетов, то есть законы, которые действовали в хетском царстве, в хетском народе, и законы ассирии, ассирийцев, которые действовали в ассирийском царстве. Примечательно то, что законы хетского царства и законы ассирийского царства были разработаны примерно в то же время, когда Моисей получал закон Божий от Бога. Содержание законов хетов и закона осирийцев дают нам богатейшую информацию и представление о культуре того времени, о традициях того времени, в котором находился Израиль, и дают нам более лучше понять смысл некоторых постановлений и заповедей закона Моисеева. Все эти клинописные законы, а точнее семь клинописных законов мы с вами будем разбирать в дальнейших передачах, чтобы понять ту историческую атмосферу и культуру, а также мы будем с вами сопоставлять данные из этих клинописных законов с законом Божьим, с законом Моисеевым, чтобы более лучше понимать смысл и значение заповеди, которые находятся в законе Моисеева. Продолжение следует...